Доброго утра всем! Гутен Морген ан Алле! Я приветствую вас, дорогие братья, сестры! Я приветствую вас, дорогие братья, сестры! Приветствую всех гостей! Я приветствую всех друзей! Я приветствую всех друзей! Любовью Господа нашего Иисуса Христа! В Церкви источник жизни! Слава Богу, друзья! Давайте все скажем, слава Богу! Наш Бог, он достоин славы! Всей славы! Аминь! Сегодня у нас особенный день! Хотя у нас каждое воскресенье особенный день! Obwohl, каждый Сонтаг eigentlich ein besonderer Tag ist! Как Давид написал в Псалмах, возрадовалось сердце мое, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий! Как в Псалме Давид gesagt hat, «Мое радуется ли сегодня твое сердце?» Freut sich heute dein Herz, когда тебе утром сказали, пойдем в Дом Божий! Als ihr heute Morgen gesagt wurde, «Лась uns in das Haus des Herrn gehen!» Мое радуется! Мое радуется! И для меня сегодня особенный день! И хоть всю ночь шел такой сильный Дождь! Убволь, дьявол, 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 дьявол... Знаете, я это перевожу как... в большое благословение, которое Господь этой ночью изливал на землю. Wisите, я вижу это как... как я сейчас видела, потому что, как вы сейчас уже видите, сейчас уже местами светит Солнце. Слава Богу! Weil, как вы сейчас видите, сейчас уже местами светит Солнце. Слава Богу! Давайте мы все встанем. Давайте мы прославим нашего Господа в наших песнях. Я попрошу всех тех, у кого еще включены телефоны, поставьте их, пожалуйста, на беззвучный режим. чтобы они не отвлекали вас и не отвлекали других и давайте мы просто на Господа чтобы Господь коснулся наших сердц чтобы Дух Святой, Он прикасался к нам и чтобы Он имел доступ к нашему сердцу чтобы мы были способны услышать Его голос ведь это от нас зависит насколько мы себя настроим на волну Божью хочешь ли ты сегодня услышать, что Бог хочет сказать в твое сердце если ты этого желаешь настроь себя на Господа отложи все проблемы в сторону а лучше передай их ему потому что Он сказал возложите все ваши заботы на меня потому что я заботюсь о вас потому что Бог верен своему слову Отец Небесный, мы благодарим тебя в это утро за твою великую любовь, за твою великую милость Господь за этот прекрасный день который ты сотворил и за эту возможность собраться здесь в доме твоем чтобы прославить тебя и поклониться тебе в наших сердцах и в нашем сердцах Господь, мы хотим всю славу воздать тебе и поклониться тебе и прославить тебя Господь, мы так благодарны тебе за все что мы имеем потому что все что мы имеем мы имеем от тебя Господи, и также эту возможность быть в доме твоем это тоже по твоей великой милости потому что ты избрал нас и привел нас в дом твой спасибо тебе, Господь Господи, я прошу тебя, благослови это собрание Господи, Дух Святой, мы нуждаемся в тебе и я прошу тебя, прикоснись каждому сердцу наполни нас твоим миром и мы хотим, чтобы все что сегодня будет происходить Господь было в твою славу во имя Иисуса Христа и когда мы будем петь тебе наши песни, Господь прими их, Господи мы хотим их в песнях прославить тебя потому что ты достоин славы Господи, мы поклоняемся тебе Господи, Господи, Господи истинный славы истинный славы Господи, Сынный славы Слава душа, Господа, слава душа, имя святове емко. Слава душа, Господа, слава душа, имя святове емко. О, Ему, как никогда, мой душа, благослови, Господа. Солнце встает, новый день приходит, время опять волну восстать. За все, что ты мне дал, и за каждый новый вздох мой, я буду петь и на закате дня. Слава душа, Господа, слава душа, имя святове емко. О, Ему, как никогда, твой душа, благослови, Господа. Великий, люби, и даешь мне милость. Ты справедлив, и так благо мне. За все твои дела я хочу прославить. Слава душа, Господа, слава душа, имя святове емко. О, Ему, как никогда, мой душа, благослови, Господа. Слава душа, Господа, слава душа, благослови, Господа. И когда мои силы исянут на закате дни, Когда время придет, душа моя тебя добудет славить. Больше, чем даже десять тысяч лет. Слава душа, Господа, слава душа, имя святове емко. Слава душа, Господа, слава душа, имя святове емко. О, Ему, как никогда, мой душа, благослови, Господа. Благослови, Господа. Благослови, Господа. Благослови, Господа. Благослови, Господа. Я полагаю их у ног твоих Если в жизни ошибаюсь я Твоя любовь не изменяется Хотел сразиться я за жизнь мою А славные руки устал я в бою Ты сильный воин, ты царь всех побед Я побеждаю, когда я в тебе И даже если горы не двигая стоят И если воды моря не разделяются И если на молитве не вижу я ответ Доверять, доверять буду я тебе Что завтра мне принесет огня Ты знаешь все известно для тебя Живи во мне, будь дыхание моим Дай каждый день ходить путем твоим И даже если горы не двигая стоят И если воды моря не разделяются И если на молитве не вижу я ответ Доверять, доверять буду я тебе И даже если горы не двигая стоят И если воды моря не разделяются И если на молитве не вижу я ответ Доверять, доверять буду я тебе Доверять, доверять буду я тебе Доверять тебе Крепкая скала Твои пути прекрасны Они превыше всех Ты держишь эту землю И все в твоей руке Ты мой покой и сила Опора ты моя Мое ты основание Ты крепкая скала Твои пути прекрасны Они превыше всех Ты держишь эту землю И все в твоей руке И даже если горы не двигая стоят И если воды моря не разделяются И если на молитве не вижу я Ответ Доверять, доверять буду я тебе И даже если горы не двигая стоят И если воды моря не разделяются И если на молитвы не вижу я ответ Доверять, доверять буду я тебе И даже если горы не двигая стоят И если воды моря не разделяются И если на молитве не вижу я ответ Доверять, доверять буду я тебе Доверять, доверять тебе Доверять тебе Доверять тебе И даже если горы не двигаясь стоят И если воды моря не разделяются И если на молитвы не вижу я ответ Доверять, доверять буду я тебе И даже если горы не двигаясь стоят И если воды моря не разделяются И если на молитвы не вижу я ответ Доверять, доверять буду я тебе И даже если горы не двигаясь стоят И если воды моря не разделяются И если на молитвы не вижу я ответ Доверять, доверять буду я тебе Доверять, доверять буду я Доверять, доверять буду я Господь, мы славим Тебя Мы доверяем Тебе Боже, Ты Бог наш Ты отец наш А мы дети Твои И мы доверяем Тебе, Господь Мы уповываем на Тебя Господи, Ты наше спасение И Ты тот, кто дает жизнь каждому И мы благодарим Тебя, Боже наш И мы чтим Тебя И поклоняемся Тебе Господь, и мы также хотим сейчас Почтить Тебя нашими финансами Как написано в Слове Твоем Чти Господа от всего имения Твоего Потому что все, что мы имеем, дал Ты нам И от того, что Ты дал нам, Господь Мы хотим почтить Тебя Спасибо Тебе, Боже Благодарим Тебя Друзья, дорогие Как каждое воскресенье у нас сейчас будут сборы И если ты впервые у нас И тебе это не знакомо То будь свободен Но мы это делаем добровольно И с чистым сердцем Но мы делаем это свободно И с чистым сердцем И я хочу напомнить еще о том Что мы собираем так же на крышу И если Бог тебе поклонил на сердце Пожертвовать какую-то особую сумму То пусть Господь благословит тебя И те, кто смотрит нас онлайн Я так же хочу мотивировать вас Если вы хотите поучаствовать в этом проекте Вы можете это сделать через PayPal Знаете, я верю в то, что Бог дает устройство каждому Особенно тем, кто вкладывает в Царство Божие Те дома Господь будет особо устраивать Поэтому я хочу вас просто мотивировать Это будет благословением для вас Потому что я знаю много случаев Когда люди помогали в стройке Храма Божьего И Господь делал просто чудесным образом Устраивал их жизни Я верю, что через это Господь хочет благословить каждого из нас Поэтому во время песни Когда будут проходить эти корзинки Я хочу попросить тебя Когда ты будешь жертвовать Помолись за эту жертву Чтобы эта жертва Она принесла большой плод в Царство Божие Пусть Господь благословит каждого Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Sick Дальше Дальше Субтитры создавал DimaTorzok жизнь а да да истин то свои да да и спас и да за ты сам мое и а ты и а меня а а а а а и я не а все что на а а с тобой а а а а а а а и навсегда а для тебя поет душа мая все что статьи да и с тобой и навсегда для тебя душа мая присутствие твою руки поднимаю ты сердце моё всей душой тебя мой бог благословляю ты все во всем я присутствие твою руки поднимаю ты сердце моё всей душой тебя мой бог благословляю ты все во всем я присутствие твою руки поднимаю ты сердце моё всей душой тебя мой бог благословляю ты все во всем я присутствие твою руки поднимаю ты сердце моё всей душой тебя мой бог благословляю ты все во всем все что мне надо знать тебя и быть с тобой да моё сердце изменив навсегда для тебя поет душа моя все что мне надо знать тебя и быть с тобой рядом мое сердце изменив навсегда для тебя поет душа для тебя поет душа моя мое сердце изменил навсегда для тебя поет душа моя ты все что мне надо все что мне надо знать тебя и быть с тобой знать тебя и быть с тобой рядом мое сердце изменив навсегда для тебя поет душа моя 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 chief мое благо дарим тебя там и assess то нам надо это быть с тобой рядом Господь, мы доверяем Тебе и мы нуждаемся в Тебе каждый день. Ты отдал Сына своего за нас на смерть, на крест, для того, чтобы мы жили, чтобы мы были оправданы через Его жертвы, и ты обмыл нас и очистил нас от всех наших грехов, и мы благодарим Тебя за это, Боже наш. Господь, мы благодарны Тебе также за эти собранные финансы, которые были собраны. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил их и умножил во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя за каждого человека, кто поучаствовал, Господь, чтобы Ты благословил его, чтобы на наших столах всегда был хлеб и всегда была пища, и те, кто не смог поучаствовать, Господь, благослови их еще больше, Господи, чтобы они в следующий раз могли это сделать, во имя Иисуса. Боже, наша жизнь зависит от Тебя. И ни от кого другого. Поэтому мы доверяемся в Твои святые руки. И за все Тебя благодарим. Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Присаживайтесь, дорогие. Слава Господу. Как я уже говорил, у нас сегодня особенный день. Я вот вижу на первом ряду семь светильников в белых одеждах. Да, Христос сказал, вы свет миру. Да, да, Христос сказал, вы свет миру. И вот эти люди, они хотят по особенному сегодня осветить это все. И как это будет проходить, об этом нам расскажет наш Пастер. Поэтому я его приглашаю на сцену. Поэтому я его приглашаю на сцену. Я вас приглашаю на сцену. Здравствуйте, дорогие, дорогие, добрый день уже. Да, я вас приглашаю на сцену. Да, сегодня, как Леша уже сказал, особенный день. Прекрасный день. Библия говорит, этот день сотворил Господь. И Библия говорит, этот день сотворил Господь. Я вижу новые лица сегодня. Я sehe auch neue Gesichter. Можете поднять руку, кто сегодня первый раз у нас? Хебт ли вы, кто сегодня первый раз у нас? Слава Богу, рад, рад, слава Господу. Поприветствуем, друзья. Вы очень хорошо сделали, что пришли сегодня. И я вам скажу, вы попали вообще в особенное служение. Я вам скажу, что вы попали вообще в особенное служение. Слава Господу. И я как Пастер этой церкви приветствую вас любовью, Господа нашего Иисуса Христа. Славами Иисуса, которые он сказал, мир вам. Да, с его словами, которые он сказал, мир вам. Алекс, тебе особенно мир. Алекс, особенно тебе. Я понимаю, друзья, сегодня так много неустройства, так много бедствий, война и все другое. Оно иногда затмевает небо. Я знаю, что сегодня так много неустройства, так много бедствий, войны и все другое. И кто-то не может это до конца понять, потому что его это не касается. Но, друзья мои, читая Библию, я нахожу, что в мире нет ничего нового. Но, когда Христос пришел к ученикам, у них тоже так, знаете, они даже в каком-то страхе были. Они были в доме и закрылись, чтобы к ним кто-то не зашел, из тех, кого они не ожидают. Да, waren sie vielleicht auch etwas, ja, в Angst, weil sie sich eingesperrt haben, damit bloс keiner reinkommt, и вдруг Библия говорит, Христос заходит, двери закрыты, а он входит в дом. И тогда мы в Библию, что Есус trotzdem идет. Die Tür ist zwar geschlossen, но Есус приходит как раз. Кто еще не читал Библию, прочитайте. Библия, очень интересная книга. Кто еще не читал Библию, прочитайте. Библия, очень интересная книга. Иисус Христос, Сын Божий, проходит сквозь стены. Иисус Христос, Сын Божий, проходит сквозь стены. И вот этим ученикам, которых не много, которые испуганы, он говорит, мир вам. И он говорит, я принес вам другой мир, не этот мир, который дает вам мир, в котором вы живете. Но мир Божий. И я искренне желаю, чтобы все, кто сегодня сидит здесь, ощутили мир Божий на этом месте, Господь сегодня здесь. Я верю. Я даже знаю это. И я даже знаю это. Это не потому, что эта церковь особенная, лучше других церквей. Но Христос сказал такие слова. Сondern Христос сказал такие слова. Где двое или трое будут собраны во имя мое. Я там буду посреди вас. И там, где радуются. И там, где плачут. И там, где плачут. Иисус возможно это. Нам иногда трудно радоваться с теми, кто радуется. Uns fällt es manchmal schwer, uns zu freuen mit denjenigen, die sich freuen. Может быть иногда мы более склонны плакать с теми, кто плачет. Но радоваться с радующими себя не всегда получается. Особенно если у тебя к этому причины нет. Но я сегодня радуюсь, друзья. Несмотря ни на что. Но у меня есть причины, конечно. Много причин. Во-первых, я хочу сказать спасибо церкви. Вы молились за меня. Бог меня истерил. Вы видите, я совершенно здоровый. Слава Богу. Да, это Божья милость. Слава Господу. И Бог слышит ваши молитвы. Это Божья милость. И еще особенно я радуюсь сегодня. Сегодня, вот как уже Леша сказал, тут впереди на меня свет светит. Но наверное больше вот от этих людей, чем от этой лампы, знаете. Да, и как Леша сказал, сегодня сегодня, как Леша сказал, особенный день. Даже вот люди пришли по-особенному одевшись сегодня. Они одели в белые одежды. Они одели в белые одежды. Белый цвет – это символ чистоты. Согласны со мной, друзья? Почему они в белом, я в каком-то сером, голубом? Почему они в белом, я в каком-то сером, голубом? Друзья, я вам скажу, одежда сильно большой роли не играет. Но то, что в сердцах у людей, это играет. Но то, что Господь произвел с этими людьми, которые впереди сидят, вот это играет большую роль. Аминь, мои дорогие. Дорогие, Кристина, Валентина, Ирина, Максим, Богдан, Люсинда и Диана. Да, все дамы были названы. Я боюсь повторять. Да, это драгоценные люди. Да, это очень важные люди. Они сегодня особенно имеют переживания. Я так вот, ну почему-то уверен в этом. Да, и я думаю, что они сегодня особенно очень нервызны. Офкерик. Офкерик, наверное, без. Почему, друзья мои? Почему? Потому что не всегда вот такой день, как у вас сегодня. Weil man не всегда такой день, как у вас сегодня. Я сегодня вспоминаю своё крещение. Я помню, что это был 1982 года. Кто-то ещё даже здесь сидящих не жил. Я заключался с Господом завет, соглашался с Ним, с этим повелением, которое Он дал всему верующим в Него. Я принял водное крещение. Я был с детства верующим. Мне повезло, у меня были верующие родители. Я был счастлив, я был счастлив, я был счастлив. Я говорю, я правда дорожу этим, что мои родители могли вложить с детства в меня веру в Бога. Я думаю, что поэтому я от многих вещей просто был сохранен. Но это не делает меня лучшим перед другими людьми. И пришел момент, где я сказал, я хочу покончить с моим прошлым. Я хочу отдать свою жизнь Богу. Это мое решение. Это не решение моих родителей. Это не решение дедушки и бабушки. Но я лично верю в то, что Иисус Христос умер за грехи мои. И на третий день он воскрес из мертвых для моего оправдания. И на третий день он воскрес из мертвых для моего оправдания. Я пришел к Богу. Я раскресился в моих грехах. Я пришел к Богу. Я пришел к Богу, я раскресился в моих грехах. Может быть, ты думаешь, ну, ты же вообще из верующей семьи, какие у тебя там были грехи. И ты думаешь, ну, ты же из верующей семьи, какие у тебя там были грехи, какие у тебя там были грехи, без Бога, мы все потерянные грехи. Оно Бога мы все потерянные грехи. Но понять это мы можем только, когда Дух Святой нас касается. Но мы можем это только, когда Дух Святой нас касается. И тогда мы приходим к Богу, просим у Него прощения. И Бог, который любит нас, прощает нам грехи наши. И Бог, который любит нас, прощает нам грехи наши. Нет такого греха, который бы Бог не мог простить. Es gibt keine Сünde или keinen Fehler, den Бог не может быть грехи. Если только я сам не иду к Богу и отвергаю Его. Я принимал крещение ночью. Я принимал крещение ночью. В то время христиан гнали. И если бы Пастор, который нас крестил, меня крестил, если бы в это время его увидели, в лучшем случае его бы оштрафовали большим штрафом. Или даже его могли бы посадить в тюрьму. Сегодня мы празднуем. И сегодня мы празднуем. Открыто. Оффен. Мы на улице поставили бассейн. Драузен haben wir unseren пулбеккан aufgestellt. В соседней церкви уже утром люди так выглядывали. Я им сказал, ваше служение закончится. Мы как раз выйдем. Оставайтесь. Будете продолжать наше служение вместе. Я не хочу долго задерживать, друзья. Я переполнен тоже. Я буду вас не долго наше служение, но я тоже был. Но это люди, которые сидят на первой лавке, они все поверили в Господа Иисуса Христа. Да, но те, кто здесь в первой ряде сидят, они все верили в Господа Иисуса Христа. Они волнуются сегодня. И они уже переживают, потому что не все так вот микрофон берут в руки, знаете. Но, друзья мои, Слово Божье говорит нам. Матфея 28 глава с 18 стишка. Когда Христос воскресл из мертвых, и прежде чем он вознесся на небеса, он говорит ученикам, мне дана вся власть на небе и на земле. Может, кто-то этого никогда еще не слышал. Vielleicht hat это кто-то еще не слышал. Я хочу тебе сказать. Я хочу тебе сказать. Вся власть, не у какого-то суперправителя этого мира, не у какого-то суперправителя этого мира, вся власть на небе и на земле, дана Иисусу Христу. Если ты в это будешь верить, тебе будет легче в любых обстоятельствах. И Христос сказал ученикам, потому что мне дана эта власть, пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа и учите их исполнять все, что я повелел вам. А я буду с вами во все время, во все время до кончания века. Пожалуйста, дорогой мой брат, дорогая сестра, поверь в эти слова. Господь сказал, я буду с вами. Христос сказал, я буду с вами. Все время. Immer. До кончания века. Его никто не сможет сдвинуть. Да, diesen Tag kann keiner irgendwie... Nein, den Herrn. А, den Herrn kann keiner irgendwie zur Seite schieben. Иисуса, нашего Господа, никто не может сдвинуть, сместить, заместить. Ему дана вся власть. Который может не поместить. Иисусу, нашего Господа, Ему дана вся власть. И очень хотелось бы, чтобы Господь помог нам. Не забывать об этом, чтобы Господь Еисус был центром всей нашей жизни. Dass wir nicht vergessen, dass Jesus Christus unser центром sein sollte. Я понимаю, что для многих людей сегодня христиане странные люди. Я знаю, что для многих людей христиане komische Menschen sind. Но я не имею в виду тех, которые называются христианами, потому что многие люди сегодня называются христианами, но верующих, верующих в Бога. И я не говорю сейчас не только люди, которые скажут, что они христианами, потому что в них есть очень много, но и действительно христианами, которые христианами, христианами, или, ну, ты видишь, или это не так. Правда же странно. Они верят в Бога, которого они видели. Это реально круто. Они glauben на Бога, который они не видели. Они крестятся в смерть Господа, чтобы жить новой жизни. Они верят тому, что в Библии записаны слова самого Бога. Кто в наше время уже может этому верить? Мы верим всему, что показывает нам TikTok, Instagram, Facebook. Мы верим на все, что мы на социальных медиах видим, TikTok, Instagram и так далее. Или YouTube. Вот что там показывают, мы верим, даже не испытывая. Друзья мои, Библия – это Божье Слово, которое способно и имеет силу изменить твое и мое мышление, да и не только мышление, а вообще всю нашу жизнь. И не только мышление, но и не только мышление, но и да и dein ganzes leben. Откуда берется крещение? Von wo kommt überhaupt die Wassertaufe? И какое значение оно имеет в жизни верующих? И, да, welchen Zweck oder welchen Sinn hat es в жизни eines Christens? Каким образом происходит крещение? Wie passiert die Wassertaufe? Почему мы не верим, что крещение младенцев оно библейское? Вieso glauben wir nicht daran, dass die Kindertaufe biblisch ist? На все эти вопросы дает ответ Библия. Und auf all diese Fragen gibt die Bibel die Antwort? Петр написал такие слова, первое послание Петра, третья глава, 21 стих. In 1. Petrus 1, 21 3, 21 lesen wir Das Gegenbild dazu errettet jetzt auch euch das ist die Taufe nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. В немецком переводе как прочитал сейчас Daniel там говорится о том, что не обещание Богу доброй совести но просьба к Богу о доброй совести. Я думаю один и другой перевод правильный потому что где-то мы обещаем Богу свою добрую совесть но мы понимаем что без него не способны и поэтому мы просим его от доброй совести. Поэтому bitten wir ihn auch um dieses gute Gewissen. Аминь мои дорогие. Читая Библию мы видим что апостолы ученики Христа крестили людей которые уверовали в Господа. Wenn wir die Bibel lesen da sehen wir auch dass die апостол auch die Menschen getauft haben die an Jesus Christus geglaubt haben. Они были послушны тому что повелел им Господь Иисус что завещал им Иисус in dem Gehorsam was Jesus ihnen geboten hatte. Кто крестился? Те которые приняли слово. Diejenigen die das Wort angenommen haben. Те которые уверовали. Diejenigen die an das Wort geglaubt haben. Тогда они крестились. haben sich taufen lassen. Поэтому очень важно понимать что первично вера и крещение идет вторым планом. deswegen ist wichtig zu wissen dass man als erstes glauben sollte und dann die taufe machen sollte. мы никак не можем сказать этого о младенцах. Они не могут поверить. Они еще не понимают что это такое. кто поверит и крестится спасен будет er retтет werden. Еще раз это слова Христа кто поверит и крестится спасен будет. Это sind die Worte Jesу. hat gesagt кто не поверит осужден будет. Но меня крестили в детстве. Я бы я был как ребенка не хватает. А ты верил тому крещению когда тебя крестили. Ты в этом момент geglaubт кто будет верить и крестится спасен будет. Это слова Иисуса Христа. Мы доверяем им и поэтому мы говорим креститься могут только те кто верует. и поэтому мы скажем что только те могут тупить которые glauben. Поэтому я приглашаю вас драгоценные пойдемте вперед не бойтесь не переживайте. Поэтому ладь я вас сейчас на vorne Айн. Кто первый? Верст и эст Добрый день всем меня зовут Кристина мне 28 я родилась не в такой верующей семье я верилась в не верующей семье я верилась к Господь и когда я умру я попаду на небо когда-нибудь и я в грехе каждый день да и я в жизни как я хотела и до шесть лет я в татуировки любила делать и одна из них я один раз себе глаза И я не знаю, из-за этого или нет, но в это время начала видеть ночью во сне вещи. И в один день пришла мама к нам домой. И она мне спрашивает, Кристина, ты вот это все видишь из-за этой татушки? И я не знаю, почему, но в этот момент мне как наполнен такой страх. Сегодня я понимаю, что это все должно было просто пройти. И до этого я не помню, чтобы я там молилась. Но в этот момент я просто встала и побежала в Бад. Закрыла дверь и упала на колени. И просто просила прощения о Господе, чтобы он меня из этого все исцелил. И я так уже не хотела просто жить в этот момент, это все поняла. И от этого дня моя жизнь просто перевернулась. И от этого момента меня было просто перевернуло. Я жила в сильном страхе, в Депрессии. Моя мама посоверила, Библию почитать. Моя мама посоверила, Библию почитать. Я себе купила и начала. И я купила себе и начала. Я Иисуса встретила. И я познакомилась с ним. Я узнала его. И Господь меня из этого всего вытащил. Он меня спас. И поэтому я даю ему мою жизнь. И я иду за Иисусом. Я ему очень благодарю. Я ему очень благодарен. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, дорогие гости. Дорогие друзья, дорогие семьи, дорогие гости. Сегодня я хочу поделиться с вами свидетельством, как Вера Христа стала важной частью моей жизни. И сегодня я хочу рассказать, почему Глауга на Христа был очень важный момент в моем жизни. Когда я начал открывать свое сердце перед Богом. Я открылся в Боге. Вникать и углубляться в Божье Слово. И я почувствовал Божью любовь и милость, которые изменили мою жизнь. И я почувствовал, что моя жизнь имеет особый смысл и значение в глазах Божьих. И я почувствовал, что мой любимый смысл в глазах Божьих. Бог простил мне мои грехи. И Бог удачил мне мои грехи. Он увидел во мне свое Дито. И он увидел во мне свое Дито. Он услышал молитвы моей мамы и подарил мне жизнь. Он читал мне жизнь. И я благодарен Богу за возможность следовать солдат из болезненной семьи. И я благодарен Богу за возможность познавать его. И я благодарен Богу за возможность узнать его. которые Он дал мне через Своего Сына Иисуса Христа. С верой я обрел мир и силу преодолевать все трудности в моей жизни, благодаря Божьей любви и обещаниям. Я имею уверенность и надежду даже в самые темные и тяжелые моменты моей жизни. Сегодня я принимаю Истребление в качестве свидетельства моей веры. Я хочу быть в союзе с Богом. Я осознаю, ради чего мне дала жизнь на земле. И я хочу быть в союзе с Богом. И я хочу быть примером любви и света другим людям. И я хочу быть в союзе с Богом. И я благодарен Богу за эту возможность. И я хочу поделиться с вами своей радостью. И я хочу быть в союзе с Богом. И я хочу быть в союзе с Богом. И тем самым к спасению. И gleichzeitig eben auch zur Errettung. И это самое важное Ziel на Земле. Слава Богу за его благословение и любовь к нам. Я праздник за его благословение и любовь к нам. Аминь. Аминь. Я в роде не верующие семьи. Я в роде не верующие семьи. Но у нас в роде были священники. И все приходят к Богу. Это нам нужно. И в моей жизни тоже был такой момент. И его shaving был такая. В роде не было работивания, И семья ушла, близкий человек. И даже так получилось, что некоторые друзья отвернулись. И была такая Депрессия. Страх. И уже не хотелось жить. Но в этот момент приходит Кума. Но в этот момент приходит Кума и говорит, что читай. И я читала. Я стояла на коленях и читала днем и ночью. И просила Господь, помоги мне. Дай мне, чтобы я была жизнь, чтобы я была с детками, с внучками. И Господь сделал чудо. И я стою перед вами. И благодарю Господа. И благодарю Господа. И благодарю Господа, что я прекрасно в зале. И прославляю великое имя твоего Господь. И благодарю Господа, что ты всегда со мной, что ты не оставил, не покинул меня. Что ты никогда не оттолкнешь. Да, что ты никогда не оттолкнешь. Да, что я могу бежать тебе во всякое время, поговорить с тобой. И прославляю великое имя твоего Господь. И deinen хрилем Namen верерлищен. Аминь. Спасибо всем. Аминь. Слава Господи. Добрый день. Меня зовут Ирина. Я очень волнуйся. Никогда не разговаривала на сети с таким количеством людей. Я не родилась в христианских семье. Я не родилась в христианских семье. Никто не рассказывал о Боге. И никто не рассказывал о Боге. Наоборот говорили, что Бога нет. Все ты должна делать сама. Все в твоих руках. Ни на кого не надеюсь. Все лежит в твоей руках. Я не верю к нему. Так я и жила. И так я и жила. Как вы говорили. Но пришел какой-то момент. Но потом пришел какой-то момент. Когда нервная система уже пришла. Вознос, скажем так. И в физическом теле тоже не было проблем. И физически не было проблем. И я стала искать, что же делать, как же быть. И я искала, что я могу делать. И я изучила психологию. И я изучила психологию. И там найти ответ. Да. Нашла ответ. Я искала ответ. И я искала ответ. Но какой причин, возникновение того, что происходит это все. А как решить это все. А как решить это все. Это только нужно самостоятельно. Но я понимаю, что я сама с этим не справлюсь. Да. Но это решение или объяснить. Мусто я себе как решить. Но я поняла, что я себе это не сможете получить. Потом я познакомилась с духовным миром. И я узнала, кто такой Бог. Я узнала, кто такой Бог. Я нашла очень много доказательств и объяснений, почему происходит психология. Именно так, а не иначе. Я узнала, что без Бога я никто. Мы никто. Мы только можем все с Богом. И в этом моменте я поняла, что я без Бога никто не могу. И я нужна Бога. Поэтому я знаю, что Бог есть. Я верю в Бога. Я верю в Иисуса Христа. Я хочу быть с ними. Я хочу быть с Богом. Я хочу, чтобы Бог был со мной рядом. Поэтому я очень хочу принять водное крещение. Поэтому я очень хочу принять водное крещение и быть в Боге все время. И всегда в Бога. Аминь. 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 Приветствую, дорогая церковь. Я очень рад, что вы все пришли. Меня зовут Люсинда. Я хочу заключить завет с Богом. Я выросла в христианстве или в христианской семье, но знала о Боге, но мои дела были мертвы. В 2018 году я была в молодежном лагере и думала, это мой лагерь, где я переживу Бога и приму Духа Святого. Я очень уверен, что я получу Духа Святого, но я не понимала, кто такой Дух Святой. Я хотела иметь то, что другие имеют, чтобы я могла сказать, что я имею Духа Святого. Но я не понимала Духа Святого, но я не понимала, почему это не происходит. Только после я поняла, что Дух Святой я не должна иметь, потому что другие имеют, а он нужен мне для того, чтобы мне иметь общение с Ним. И я хочу служить Богу в Духе Святом. И несколько месяцев назад я вышла вперед из церкви, попросила, чтобы за меня помолились, чтобы получить Духа Святого. Я в это время поняла, что я не хочу иметь Духа Святого, потому что его имеют другие, но потому что я хочу через него иметь общение с Богом. И я в это время получила крещение Духом Святым, стала говорить на других языках, но потом почему-то я затормозила и не пускала дальше. И примерно два-три года я как будто в какую-то дыру упала, я не открывалась для Духа Святого. Где мне было очень нехорошо. Но Иисус всегда помогал мне выйти, осознала я это только позже. Я очень благодарна моим родителям, которые молились обо мне, потому что я чувствовала всегда защиту Божьей в моей жизни. Поэтому, дорогие родители, молитесь всегда о ваших детях. Я хотел внутренне служить Господу, принадлежать Ему, но мне было тяжело это. На одном Соннаге я решила, спонтанно, с днём до 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 днём. Я чувствовала, как мне кто-то сказал, что Люсинда, я посту. У меня такое чувство было, как будто кто-то мне сказал, Люсинда, постись. Я постилась в этом Духе Святом и никогда близко не ощущала Господа, как в эти дни. Я достойно доверие получила в это время, столько сил от него. И в этом воскресенье, или в следующем воскресенье, я разговаривала с одним человеком, и он мне сказал, что Иисус хочет подарить тебе Дух Святой. Но это никогда мне не было понятно. Я думала, я что-то должна делать, чтобы получить его. Но это был подарок. И сразу после этого разговора я почувствовала такую силу, и дала свободу Духа Святого, и он начал действовать во мне. Я все больше познавала Иисуса, имела общение с Ним. И в какой-то момент я прочитала в Библии из Римлянам шестой главы о крещении, и я сказала с этого момента, я хочу тоже креститься. Я тоже хочу иметь участие в его смерти и в его воскресенье. Я хочу ему принадлежать. Я хочу начать новую жизнь через Иисуса Христа. И жить для Него. Я хочу жить, и я благодарна Богу за то, что я могу стоять сегодня здесь и сказать перед всеми, что я хочу жить с Ним. Амен. Всем привет. Меня зовут Диана. Я уже знаю, что это была ошибка, что я встала в конце. Я успела несколько раз перенервничать. Я уже знаю, что это была ошибка, что я встала в конце или в конце, либо в середине. Но я тоже знаю, что если бы я стояла в начале или в конце, либо в середине, это все не ошибка. Я выросла в христианской семье. Я переживала много подъемов и падений. Я проходила разные Phазы. Но чтобы не происходило, я знала, что Бог всегда был рядом и никогда не отходил от меня. Но я переживала Бога еще с ранних лет. Я знала, кто такой Бог. Но я смогла узнать по-настоящему только сейчас. Возможно, через 10 лет я скажу то же самое. Но я очень рада, что каждый раз я могу по-новому его узнавать. Последние два года назад я отдалилась от него. И поняла, что я чувствую пустоту. Я не год назад приняла решение следовать за Иисусом. Но как оказалось, я просто человек, и в моей жизни тоже бывают неудачные Phазы. Но как я спросил, я просто просто не был человек, который не ходит, как он планирует. И я не могу сказать, что они не могут. И я не хочу раздвоенное сердце и жизнь. Я не хочу быть лицемерной по отношению к нему и по отношению к себе. Раньше я тоже хотела принять водное. Но потом я думала, что скорее всего я еще не достойна, мне еще рано. Но я знаю, что в его глазах я самое ценное Создание. И он считает меня самой любимой дочкой. Я рад, что могу посвятить свою жизнь для Бога. Я безмерно благодарна ему, что, зная все мои Промахи, и я благодарна ему, что я все мои Промахи знаю, что я не совсем идеальна, что я где-то всегда недостаточно, что я всегда не достойна, он все равно меня любит и прощает, но я благодарна, что могу войти в Завет с Христом. И я счастлива, что моё будущее будет с ним. И я счастлива, что моя Zukunft с ним будет. Аминь. Аминь. Всем привет. Я Богдан, мне 17 лет. Да, ха-ха-ха, я Богдан, я 17 лет. И у меня был момент в жизни, я все время по воскресеньям ходил в церковь. И я был момент в жизни, когда я все время по воскресеньям ходил в церковь. Моя родители всегда верили в Бога. Все было замечательно, но вне церкви я позволял себе разные вещи. Я курил сигареты, я пил алкоголь. Я был зависим от порнографии и употреблял наркотики. И здесь есть люди, которые видели меня во всех состояниях. И я думал, что с моими друзьями я всегда очень радостный. Мне было весело, мы смеялись. Но когда я был один дома, то я чувствовал себя очень одиноким. И у меня как будто такая Депрессия была внутри меня. И поэтому у меня было очень много мыслей о Суициде. И поэтому я тоже много думал о Суициде. И когда-то был момент, я лежал ночью весь грустный. И я не видел никакой надежды вообще, не видел будущего. И я сказал, Боже, если ты правда есть, пожалуйста, помоги мне. И я сказал, Боже, если ты правда есть, пожалуйста, помоги мне. И через буквально пару месяцев. Это было около пару недель. И человек подошел к мне. И он говорит, что Иисус может меня освободить. Он говорит, что Иисус может меня освободить. Сначала я думала, что ты хочешь со своим Иисусом. И сначала я сказал, что ты хочешь со своим Иисусом. Он рассказал, что он был в Депрессии четыре года. Он рассказал, что он был в Депрессии четыре года. Все видел черно-белым. Он88 Understockens, он видел schwarz и weiß. Ему абсолютно ничего не помогало. Но когда он пришел к Иисусу, Иисусу в один момент полностью исцелил, И я поверил. И я поверил в Иисуса. И я открыл свое сердце для Иисуса. И я открыл свое сердце для Иисуса. И до того, в один день все это произошло, он полностью меня освободил от всего. И я знаю, что это спасение и освобождение не только для меня или для моих друзей. И вы можете представить, если вы не приняли Иисуса еще. И если вы сейчас не pardoned Иисусу, то можете представить, что у вас сердце такая дверь. И Иисус стоит и цветчик туда все время. И Иисус стоит и стучит туда все время. дверная ручка находится только с твоей стороны это значит, что только ты можешь открыть ему дверь он никогда не влажает эти двери и не скажет, вот я верю в меня и я открыл ему эту дверь и он полностью меня изменил и за это я ему очень благодарен и я рад, что я могу принять сегодня водное крещение и я уверен, что абсолютно каждый из нас и я уверен, что абсолютно каждый из нас у Бога огромный план и мы не бессмысленно живем здесь и поэтому я хочу задать тебе вопрос, на который ты можешь задуматься и поэтому я хочу тебе задать вопрос, о котором ты можешь задуматься вот Иисус сейчас стучит тебе в сердце откроешь ли ты ему дверь слава Богу слава Господу друзья, я приглашаю, давайте мы все вместе встали сегодня по особенному служению мы уже говорили мы помолимся сейчас с вами и пойдем на улицу к бассейну там смотрите на Виктора да, он с людьми покажет вам, как вам пройти где встать вот, проходите только не задерживайтесь иначе вы опоздаете кто-то уже будет крещен вы скажете, как так? давайте помолимся отец небесный мы во имя Иисуса Христа приходим к тебе и мы радуемся за этих драгоценных людей которых ты возлюбил за которых ты отдал свою жизнь чтобы они имели жизнь вечную мы благодарим тебя за их желание сегодня отдать свою жизнь полностью тебе через это водное крещение креститься в твою смерть чтобы жить для новой жизни воскреснуть или встать для новой жизни в жизни в победе и мы верим Господь, что ты как обещал никогда не оставишь ни одного из них мы благодарим за эти свидетельства и Дух Святой, я прошу тебя пусть они принесут плод в сердцах тех кто сегодня слушал и пусть еще многие люди поверят в тебя, Господь и будут спасены тобой от вечной погибели перейдут в вечную жизнь а мы воздаем тебе славу и поклоняемся тебе отцу и сыну и духу святому аминь дорогие после водного крещения все опять пожалуйста заходите сюда у нас здесь продолжение эти weißе линьи линьи не прочитайте аминь 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 и кто-то один если кто будет полотенце накрывать или как там покрывать то с этой стороны пойдут аминь 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 и аминь 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 Вот впереди меня стоят люди, которые хотят через крещение хотят вступить в новую жизнь. Знаете, в Библии так написано, древнее прошло. В Библии стоит так написано, что это было новое. Теперь все новое. Мы совершаем крещение через погружение в воду. Мы совершаем крещение через погружение в воду, потому что слово крещение взято от слова баптизу. Что означает погружение. И также крещение это символ погребения. И это символ погребения. Да, это смерть или погребение. А здесь погребение. Люди хоронят в земле, а здесь в воду. Да, also die Menschen werden in der Erde погребен или погребен и здесь в воду. Но вы увидите чудо. Эти люди еще и воскреснут. Они не останутся в воде, потому что это только символ. И они станут новыми людьми для новой жизни. Слава Богу! Благодарим, Господь! Благодарим за этот день, за то, что Ты позволяешь сегодня воздать Тебе славу и совершить это водное крещение по Слову Твоему. Аминь. Проходи, Богдан. Богдан первый. Богдан, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Верит. Обещаешь Господу добрую совесть. Веришь ты, Богдан, в вере Твоей. Мы крестим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Да, на твоем Глаупе тaufen wir dich auf den Namen des Ваттерs, Сын и Сын и Христос. Слава Богу! Максим, заходи, дорогой. Максим, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Максим, glaubst du, dass Иисус Христос der Sohn Gottes ist? Верит, говорит Максим. Обещаешь Господу добрую совесть? Versprichst du dem Herrn dein reines Gewissen? Обещаешь, по вере Твоей мы крестим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Диана, слава Господу! Диана, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? И она, glaubst du, что Иисус Христос der Sohn Gottes ist? Верю, она говорит. Обещаешь ему добрую совесть? Versprichst du ему dein reines Gewissen? Обещает. По вере Твоей мы крестим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Сына и Святого Духа. Кристина, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Глябишь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Обещаешь ему добрую совесть? Versprichst ты ему dein реines Gewissen? По вере Твоей мы крестим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Иисус Христос Люсин, да, glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Versprichst du ihm dein reines Gewissen? Aufgrund deines Glaubens tauchen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Halleluja. Wow, Gott. Halleluja. 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 Валентина, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Обещаешь Ему добрую совесть? По вере Твоей мы крестим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Ирина, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Обещаешь Ему добрую совесть? По вере Твоей мы крестим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава, Слава, Слава Богу. Друзья, давайте мы вместе поднимем наши руки и помолимся, поблагодарим Бога. Ласst uns gemeinsam unsere Hände erheben и einfach Gott danke sagen. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за этот прекрасный день за дорогих друзей которые сегодня заключили с тобой этот завет которые сегодня сделали этот шаг крестились в Твою смерть чтобы жить в новой жизни и мы верим Господь что Ты всегда будешь с ними ты благословишь их и ты сохранишь их и ты проведешь их по их жизни ты Господь наш и наш Царь и мы доверяем Тебе всю жизнь нашу и мы прославляем Тебя нашего великого Бога отца и Сына и Духа Святого Аминь 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 у некоторых видно было сильно эмоциональный такой всплеск это нормально, друзья это нормально знаете, бывает так что на похоронах не плачут но чаще всего плачут но это такие похороны которые имеют хорошее продолжение потому что они теперь воскресшие для новой жизни кто во Христе тот новое творение и Библия говорит что древнее то есть прошлое старое оно прошло и теперь все новое поэтому если ты еще не готов был сделать этот шаг я приглашаю тебя не то чтобы сейчас тебя крестить нет, нет но ты можешь подойти если у тебя есть вопросы я думаю, что вопросы какие-то есть у людей подойди после служения мы будем еще здесь общаться у нас будет еще обед будет хорошее время подойди спроси твоего соседа твоего друга подойди ко мне без проблем я люблю так говорить глупых вопросов не бывает бывают глупые ответы поэтому если у тебя есть вопрос не бойся не стесняйся спроси все то что мы здесь совершаем это не какое-то шоу но это реальность жизни я хочу сказать Бог любит приглашаю всех в зал проходите дорогие проходите друзья дорогие хочу спеть сейчас песню свою эта песня посвящается всем тем людям которые еще так и не приняли Иисуса Христа в свое сердце как сделали это сегодня наши друзья песня называется ты еще так далеко но она будет звучать на украинском языке я, ну да,это это песня ты еще так далеко это песня и ты еще так далеко играть на украинском языке песня песня Играет музыка 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 в бушующем море и она говорит о том что наша жизнь она как море бурлит и бушует кто будет переводит песни называется в бушующем море она говорит о том что наша жизнь она как бушующие море да и эта песня ребята для вас для тех кто сегодня принял крещение и это только начало я хочу вас просто warnen, что это, что вы сегодня сделали, что это не конец, но начало и борьба она только с этого момента усилит но в этой песне сейчас я буду петь говорится и о том же что если Иисус с нами в этой лодке если мы с ним в этой лодке мы обязательно доплывем но в этом лодке идет именно о том, что если Иисус в этом буте, то мы будем въезти 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 мальчик Субтитры создавал DimaTorzok В бушующем море Со штормами споря Я весь изнемогший Уставший плыву Ветрами не веря Камнями сомнения Истерзана лодка Вот-вот утону На страшных глубинах Житейской пучины Меня ждет могила Кораллов страстей Мой Бог, Он мой дивный Спасти меня сильный И голосом мирный Зовет к себе И с новою силой До сели не былой Я весла вздымаю Навстречу волнам И крики стихи Уже как не мыли Они не страшны мне Уже я не сам Мой Бог, Он со мною И все векри моря С ладьёю не спорят Он им поверел Он сил посылает Сам парус мой ставит И киль направляет К родной стороне Мой друг истомлённый Грехами смущённый В штормах земной жизни Уставший грести Доверься лишь Богу Он знает дорогу Он сможет до дома Тебя довести Домой, 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 в небеса Там твой дом врод мой Домой, домой, у небеса Там твой дом Слава Иисусу! 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 И поэтому только Бог нас принимает. Нет, не поэтому, друзья. Евреям, 10 глава, 19 стих. Итак, братья и сестры, конечно, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, а мы в тело водой чистой будем держаться исповедание упования неуклонно, ибо верен обещавший. Да, вернун, брюдер, и, конечно же, швестерн, среди священник над Дом Божиим, Друзья мои, может быть кто-то вообще впервые вот видит или участвует сегодня, находится на этом месте, когда будет проводиться это служение. Простите, может быть я кого-то огорчу. Но это служение не для всех. Я не говорю, что вы вышли из зала, но я говорю, что не каждый может в этом участвовать. Потому что Библия говорит, что в вечере нужно участвовать достойно. Что такое достойно участвовать? Во-первых, человек должен принять Иисуса Христа своим личным Спасителем. Это первый пункт. Стать его дитем. Если ты еще не веровал в Иисуса, если ты его еще не принял, у меня к тебе есть добрая вещь. Господь зовет тебя, приди к нему. Для тех, кто пришел к Иисусу. Я напоминаю, друзья, мы должны быть в мире с Богом и с нашими ближними. Слово Божие призывает нас, чтобы мы имели чистое сердце. Я не могу проверить ни одного сердца. Я не могу проверить ни одного сердца. И совсем даже не собираюсь. Это не мое дело. Я не могу проверить ни одного сердца. Это не мое дело. Я об одном заботюсь, чтобы мое сердце было чистым перед Богом. человек, который участвует в вечере, он не может, не должен жить в умышленном грехе. Понимаете, друзья, если мы пришли к Господу, верим в Слово Божье и через Его Слово мы начинаем понимать, что грех и что нет греха. И если мы в чем-то грешим, Слово Божье призывает нас, чтобы мы раскаивались в наших грехах, чтобы мы просили Прочение, и Иоанн написал, если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. И он очистит нас от всякой неправедности. В нашей жизни должны быть конфликты с нашими ближними. Нельзя ссориться с своим сыном и участвовать в вечере. Нельзя с ссориться со своей женой и участвовать в вечере. И с соседом тоже. И с сестру и с братом поверь. И с сестру и с братом поверь. Друзья, это очень важно. Это очень важно. Поэтому мы к этому вопросу подходим с благоговением, со страхом Божьим. Потому что мы вспоминаем, что совершил Христос за нас. И поэтому с радостью кушаем от этого хлеба, пьем из этой чаши и говорим, Господь, мы благодарны тебе за победу, которую ты совершил. Некоторые люди понимают, что в тот момент, когда они участвуют в вечере, они получают прощение грехов. Это неправильно, друзья. Сначала надо получить прощение, а потом участвовать в вечере. В некоторых церквях говорят, что после молитвы священника над хлебом и над чашей вину превращается в кровь и хлеб превращается в тело Господа. Это тоже небиблейское учение. Мы не видим этого в Библии, но это то, что напоминает нам о том, что совершил Христос, но это просто напоминает нам о том, что Христос для нас делал. Я получил от того, что я также у вас делал, что Христос в ночь, в которой он делал, Брот взял, и когда он дам, он сказал, что это мой Биб, который для вас есть. Это делаю в моем сфере. Толик, пойдем сюда. Илёша, возьмите, пожалуйста, хлеб. Друзья, давайте мы встанем. Да, давайте мы встанем. И поблагодарим Господа. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. За тело Твое, которое Ты отдал в жертву за наш грех. Для Тебя, которое было истерзано, избито, оплевано, поругано. И которое, которое было за нас, за нас, за нас, за нашу Вину, наш грех, Ты взял на себя. Усеря, наши Сынды, ты был безгрешен. Ты не сделал никакого греха, никакой вины. Ты был безгрешен, ты был безгрешен, но ты взял на себя наш грех. Но ты взял на себя наш грех. Наказание наше было на тебе. Усеря, что мы заслужили, ты принес. И твое Слово говорит, что ты взял на себя наши немощи. И твое Слово говорит, что ты взял на себя наши немощи. Понес наши болезни. И твоими ранами мы исцелились. Господь совершит чудо твое сегодня. Мы верим в чудеса, которые ты совершаешь. Мах ты сегодня твой Вunder. Мы glauben, что ты сегодня noch Вunder твой. Пусть исцеляется народ твой. Пусть исцеляются дети твои. Дин Volк, deine Kinder, sollen geheilt sein. Верой, вкушая от тела твоего. От этого хлеба. От этого хлеба. От этого хлеба. Осознавая, что ты приобрел для нас победу. И damit erkennen, что ты для нас победу. Тебе воздаем славу. Отцу и Сыну и Духу Святому. Ватер, Сон и Халиле. Аминь. Аминь. Приломил и сказал, примите, кушайте. Это есть тело моё за вас ломимое. Да, он брак это брот. Он дадил и сказал, возьмите и делайте это моё воспоминание. Делайте это моё воспоминание. Подходите. Те, кто в завете с Господом, кто через водное крещение стал членом его церкви. Подходите, берите, ешьте. Те, кто-то подходит уже к Толику, кто-то подходит уже к Алексею. Да. Берите по одному кусочку, осторожно, кушайте и благодарите Господа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, написано, чтобы мы разделили между собой. Сейчас, чтобы всем хватило, не переживайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, я еще раз задаю вопрос Кто желал участвовать? Вы подошли? Хлеб еще есть? Нет, хорошо 25 стих Так же и чашу после вечери и сказал, эта чаша есть новый завет в моей крови Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господь, во имя Иисуса мы приходим к Тебе Благодарим Тебя за чашу нового завета В твоей крови, которую ты пролил за нас на Голгофе Субтитры создавал ДimaTorzok Мы подтверждаем, что мы твои Потому что мы верим в то, что ты совершил для нас Мы твои дети Мы твой народ Мы тебе воздаем славу и поклоняемся тебе За то, что ты купил нас себе Мы принадлежим тебе Мы не принадлежим больше этому миру Мы принадлежим твоему Царству небесному Ты соединил нас в одно целое Мы, которые когда-то вообще считались не народом Мы сегодня твой народ Мы сегодня твой народ Потому что твоя драгоценная кровь была пролита за нас И мы сегодня, пия из этой чаши, благодарим Тебя И мы даем тебе славу Отцу, Сыну и Духу Святому Аминь 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 Пейте из нее все Да, тринкте все Все Продолжение следует... 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 В Библии говорит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господню, пока он не придет, до того дня, пока не придет Христос, и Христос говорил, что он не будет пить больше от плода сего виноградного, новое вино в царстве отца своего, давайте встанем, друзья, поблагодарим нашего Господа. Отец Небесный, мы благодарим тебя за то, что ты совершил для нас. Мы живем сегодня тобой победой, которую ты совершил для нас. Мы живем сегодня верой в то, что ты совершил. И эта вера поднимает нас. И эта вера дает нам надежду на будущее. И хотя вокруг нас мы порой видим вещи, которые нам непонятны, и даже когда вокруг нас мы видим обстоятельства, на которых у нас нет ответов, мы помним, что ты совершил для нас. Мы помним, что ты сегодня встанешь на престоле твоего Отца на небесах. Мы верим, что тебе дана вся Власть, и на небе, и на земле, и в жизни каждого человека на этой земле. И мы радуемся, что мы в руках твоих безопасны, и если даже ты что-то допускаешь в нашей жизни, мы знаем, что оно обязательно будет содействовать во благо любящего тебя, Господи. И даже если ты что-то допускаешь, мы знаем, что все будет хорошо для тех, которые любят тебя. Поэтому мы даем тебе Славу, и поклоняемся тебе, и мы бетим тебя, отцу Сыну и Духу Святого. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Леша, отнесите, пожалуйста. Друзья, присаживайтесь. А тех, кто приняли крещение, я приглашаю вперед. Да, вы можете опять поднимать и они могут спокойно вернуть и быстрее поднимать. Спасибо. Друзья, таким образом наше служение сегодня закончилось. И теперь так где друзья, которые поздравлять хотели? О, я вас не вижу, поэтому вот уже двери открываются, сегодня двери для нас что-то особенное. Пусть Бог благословит. Слава Богу! Да, праздникам. Все, ну, проходите, окей. Так, так, так. Как это красиво. Слава Богу! Они получили свидетельство о крещении, которое будет им напоминать это. Да, damit sie das in Erinnerung им. Вот и букеты. И еще подарочки несут. И еще подарочки несут. Слава Богу, друзья! Слава Богу! Смотрите, как вас любят, а? Вот уже даже в руки не помещается. Подарки, как хорошо. Да, die Geschenke passen nicht mehr in die Hände. Оксана, noch was? Все, кто желает, друзья. Я думаю, кто-то еще что-то есть. Кто желает их поздравить, подходите, поздравляйте. Слава Господу! Окей, also, jetzt könnt ihr ruhig alle nach vorne kommen und denen gratulieren. Genau. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому